Опасно или что? Могут ограбить? То есть я так зря с камерой хожу. Я поэтому рядом с вами ставлю. Не заметили? Мы находимся с вами на улице Пионерской, это первые дома, вот эти четырехэтажные дома, откуда город начинался. Это одна из первых улиц, которая была построена в 30-х годах. И построена она была немецкими архитекторами, там была очень интересная история, я впервые про нее узнал из блога Тёмы Лебедева, там большая была статья. Сейчас улица Пионерская выглядит вот так вот, дома сохранились. В отличие от большинства промышленных городов Урал, Магнитогорск, город совсем новый, он был основан только в 1929 году. Но несмотря на это, он сейчас является второй по величине в Челябинской области. Проживает там более 400 тысяч человек, и это один из крупнейших городов России, который не является столицей региона. Вот детские площадки такие, дома в принципе более-менее в оригинальном состоянии. Конечно нуждаются в ремонте, здесь видно остались элементы благоустройства, огромный фонтан, который сейчас не работает. Но хорошо видна планировочная структура. Тут, видите, сохранились все вот эти вот оградки, сохранились фонтаны, которые были. Раньше все в таком-то заброшенном состоянии, но круто, то есть даже вот фонари, они без плафонов, безо всего. Но круто, что, видите, со всех сторон все это практически в таком первозданном виде. Самый весь кайф вот таких вот районов, то что с этим можно работать, их можно восстанавливать, их можно реставрировать, их можно приводить в порядок. Понятно, что в Магнитогорске это никому не надо, потому что с экологической точки зрения и в плане комфорта жизни это ад на земле, и никто отсюда не поедет. Наоборот, отсюда люди бегут при первой возможности, но вот если рассматривать город как возможность изучить архитектуру, то в Магнитогорске очень круто, смотрите, видите, все оградки даже оригинальные. Здравствуйте, что? Я архитектуру снимаю, у меня, я не по-любе. Мир видел. Что? Мир. Что за мир? После рации. Сейчас пойду, где? Я его делал. Да вы что? Две арки. Ну покажись, ты меня не щелкнул. Не, не, не щелкнул. Ну что мы имеем, мы имеем, что народ уже пьяненький, пьяненький ходит и весьма своеобразно реагирует на фотосъемку. Но здесь-то уже довольно грустно все. Как вы видите, дома заложены в окна, частично, видимо, борются с теплопотерями. Вот люди такие же, в подъезд зайдешь, там вообще страшно. По ночам сюда таксины ездят зарядки. Да? Почему? Ну, например, справа налево не туда привозят, а сюда именно чтобы приехать, но ты не ездишь. Опасно или что? Да. То есть они могут ограбить или... Да, могут ограбить. То есть я так зря с камерой хожу. Я поэтому рядом с вами с вами не заметил. Да. Самый опасный район. Ну, да, опасный. Во-первых, не найдешь здесь ничего. И, разумом, здесь команды, тренинг, сетки. Довольно. Чтобы ты вообще как смог какой-то, да, над городом? Мочил. Представляете? Огни горят. И Татурская. И жёлтая дырская. Ночью вот всегда вот гаишники кушают в одном и том же месте. Шаурмы. Ну, там, в основном все туда подъезжают. Приезжают таксисты. Поговорили с ним там. То есть ночью таксисты и гаишники братаются. Ну, как бы, да. У шаурмы. Да. Вот это кинотеатр, да? Бувший кинотеатр. А, кинотеатр мира. Да, это всё я понял. Это как раз вот этот вот пьяный мужик, который подходил. Он здесь город с кашем две арки восстановил. Видимо, по этому поводу напился. Ну, да. Ужас. Как вы живете с таким заводом? Он же прямо черном коптит. Кошмар какой. По ночам вообще страшно. Красный дым оттуда идёт. В 1924 году в Свердловске, который тогда еще был столицей Уральской области, было создано Уралпроект-бюро, которое принято разрабатывать план создания завода. Собственно, завод сейчас является градообразующим предприятием. Магнитогорск. Это такой моногород, который кормится и живет за счет гигантского завода. Собственно, от этого завода все счастья и все беды города. Завод, кстати, помогали проектировать тогда американцы. Хотя официально это теперь не признается, но металлургический комбинат, похоже, является увеличенной копией комбината US Steel в Индиане. На самом деле, Магнитогорск был один из первых всесоюзных строек. Завод и город вокруг него возводили 40 тысяч человек. К 1934 году, когда завод уже работал, население выросло до 150 тысяч человек. Это рабочие заводы, да? Да. А хорошо платят, кто работает на промедаде? Ну, как вам сказать, честно? Честно. 20 тысяч за 20 тысяч. За 20 тысяч люди себе здоровья гробят. Вот там, получается, вот этими пустами, здесь идут отбросы с комбината. Идут отбросы трубы. Вот это вот очистка, не очистка. Все туда выплывает под землей. Едут как бы после работы все в сад. Ну, где же экология, где же там земля заражена всеми землями. Купаться запретили, потому что какие-то выбросы были. Купаться нельзя. Слушайте, конечно, как коптит это все. И там коптит. И вот перед нами, как раз, эти кварталы. Пионерская улица, первые дома. Отсюда Магнитогорск начинался. Ну, собственно, Магнитогорск, потому что Магнитная гора. Месторождение железной руды. Откуда, собственно, комбинат и пошел. Да, пейзажи у вас тут. Ну, у тебя же, по ко мне. Это halt снот Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, мы с вами продолжаем гулять по Магнитогорску. И сейчас мы идем по центру города, по относительному центру. Это район правого берега, есть левый берег, правый берег, почти как в Ростове-на-Дону. И здесь у нас прекрасная такая сталинская застройка. Мы заходим во двор и сейчас посмотрим. Вот так выглядит двор. Конкретно этот квартал со двора он не так интересен, но вот другие дома, которые я заходил, там были на редкость красивые фасады именно со двора. То есть богато украшены декором, что обычно на задних фасадах не практикуется. А в Магнитогорске все настолько красиво, что они делали это даже на задних фасадах. Практически весь центр города, это бесконечные советские кварталы, они очень неплохо сохранились, что большая редкость для нашего времени. Понятно, что первые этажи, вот как например здесь их изуродовали какими-то входами, еще чем-то. Но если вот вы посмотрите, я не знаю насколько это видно на видео, например, балконы с оригинальными кованными такими красивыми ограждениями, очень много лепнины, декора, вон видите, там какие-то балясины наверху, какие-то рельефы. В Магнитогорске сохранились исторические фонари, их прямо очень много, есть действительно очень классные фонари. Они, конечно, сейчас уже разбиты, покосились и не всегда уже как фонари используются, но именно вот эти вот столбы с такими нарядными юбками, витиеватыми, очень круто. Я сейчас постараюсь несколько фонарей найти вам и показать. И прекрасные фонари, прекрасные фонари, видите, они здесь везде, везде прекрасные фонари. Ух ты, а здесь, на самом деле, вот видите, нижняя часть этой юбки у фонаря, здесь у нас Спасская башня, вот это неожиданная встреча. Вот так вот. И вот, собственно, старый фонарь, который такой каримфской капителью заканчивается. Очень здорово, оригинальные плафоны, оригинальные мачты, вон с какой-то капителию, здесь вот, смотрите, такие, такая красивая юбка, которая частично уничтожена, но, тем не менее, видите, выглядит очень хорошо. Вот, смотрите, опять потрясающая юбка у фонаря, со Спаской башни, видите, они как здесь все оформлены, и все сохранилось. Они в очень хорошем состоянии, за ними никто не ухаживал, из-за того, что они изначально были хорошо сделаны, запас прочности огромный, видите, они все еще красиво выглядят, и с ними можно работать. Редкий пример, двора, в котором богато украшены задние фасады домов, то есть обычно на задние фасады не тратятся, а здесь они, видите, так вот, очень неплохо украшены. Посмотрите, какой декор у этого фасада, это задний фасад. Братья-то, люди с камерой, все собрали дураков, и ходят туда, что снимаешь-то, дома. Вот так вот, видите, идут бухие с ребенком, матом орут на него. Под вечер тут, конечно, уже очень много всяких бухих упырей, что неприятно, валяются там под лавками, ведут себе не пойми как. Довольно интересный центр, и подобная застройка есть во многих городах, но в Магнитогорске она невероятно большая. То есть вот площадь этой застройки, она прямо, я не помню, какого-то другого города, чтобы там была именно непрерывная такая вот среда в едином стиле, сохранившаяся неплохо до наших дней. Это даже, видите, сохранились оригинальные двери, вот там место для светильника. Ну, понятно, что светильника уже нету, но в целом это по атмосфере очень напоминает ВДНХ до реконструкции. То есть, когда ты ходил, и под плесенью всяких нелепых вывесок, настроек, достроек и рекламы ты мог наслаждаться исторической архитектурой. Старое советское здание, да, в него вставили вместо вот красивой деревянной двери, которая там была, в нее вставили эту ужасно металлическую, но весь декор наверху, включая ограждение балконов, шоково, видите, оно все у нас сохранено. Здесь, видимо, какая-то школа. Опять же, обратите внимание на декор, который весь сохранен, все окна старые, рамы оригинальные. Вот это, конечно, главный кайф Магнитогорска, то, что на каждом шагу у тебя есть какие-то советские архефакты, которые очень хорошо выглядят. Такая тут площадь. Ну, и здесь хорошо можно оценить застройку. Если вот вы сейчас посмотрите, то видна застройка. Посмотрите на это здание. Обычная сталинская, не хрущевская, а сталинская добротная пятиэтажечка. И вон все балконы, несмотря на то, что кто-то там застеклил, но практически все балконы, они сохранили оригинальные ограды. Вот весь кайф как раз в этих оригинальных оградах, которые люди, несмотря на то, что не захотелось застеклить свой балкон, они их сохранили. Магнитка стала знаменем страны. На примере магнитки большевики должны были показать всей стране и всему миру, что они, металлургические заводы, будут строить и будут их осваивать. Видите, уже такая более помпезная архитектура. Вот здание, которое является доминантой этой площади. Вот оно держит угол. Очень неплохо. Вот то, что у них в центре, я так понимаю, это правый берег, где мы находимся, очень классно. Вся эта советская архитектура, дворы. Понятно, что сейчас все это обветшало, заросло и не выдерживает нашей критики. Я ни в коем случае это не сравниваю с хорошими жилыми кварталами, европейскими, еще какими-то. Но как такая огромная непрерывная ткань советского города, это сталинская архитектура. И то, в каком виде все это находится, это действительно классно. Аллея звезд. Видите, здесь такие звезды. Только они не мраморные, как в Голливуде. Они металлические, поскольку город металлург. И, собственно, здесь разные предприятия и люди. Чемпион Олимпийских игр в Афинах, Игорь Кравцов. Здесь у нас Попович Павел Романович. Я хотел посмотреть на набережную, и тут у меня ностальгия по Красноярску. Потому что так же, как и в Красноярске, на набережной они сделали парковку. Если вы помните, я про Красноярск рассказывал. Там ребята в самом классном месте, которое может быть, набережная. Они решили сделать парковку. Вместо хорошего общественного пространства парковка. И то же самое мы видим в Магнитогорске. Да. И в Магнитогорске у нас парковка. Ну а что вы хотели? Памятник, ну конечно, памятник окружен парковкой. А чем же еще может быть окружен памятник? Конечно, нехорошим общественным пространством. Мы же в суровом городе Металурга. Кстати, только что на асфальте было объявление о покупке и продаже учебников. Перед первым сентября в Магнитогорске, я не знаю, как в других городах. Я в других городах такое не встречал. А в Магнитогорске огромный рынок бэушных учебников. Их здесь на каждом шагу продают и покупают. Так что вот так вот люди живут. Новые учебники не могут себе позволить. Так что рынок бэушных учебников процветает. Как и предполагалось, набережная разрушена и заброшена. Тут, как и во многих вещах, у нас сохранилась старая ограда. Но само состояние вы видите. Мусор, все расписано, все заросло, плавает опять там не пойми что. Здесь какие-то зачатки стрит-арта местного. Ну и дальше опять, видите, болото. Болото, болото, болото. Ну кстати, пахнет соответствующе. Они не ухаживают за тем, что есть. Главное, что они не уничтожают вот эти сокровища. Вот эти вот ограды, чугунные, красивые. Потому что во многих городах уничтожили всю красоту. И сегодня не с чем работать. Похоже, туристы здесь ходят не часто. Потому что мой внешний вид с большой камерой заставляет водителя выворачивать шеи. А местных бухающих гопарей замолкать и удивленно раскрывать глаза. Люди перебегают дорогу в неположенном месте. А с переходом здесь проблемы. Во многих местах их просто не хватает. А это трамвай. Магнитогорск один из самых трамвайных городов России. Трамвайная система Магнитогорска одна из самых больших в России. И ее запустили вместе с заводом, чтобы рабочим было проще ездить на работу. Магнитогорский трамвай, до сих пор, неплохо чувствует. Это главный транспорт в городе. И по количеству маршрутов он на третьем месте в России. После Санкт-Петербурга и Москвы. Когда в остальных городах России, наоборот, трамвай убирают и пытаются его заменить на автобусы. А в Магнитогорске, наоборот, часто убирают автобусы и меняют их на трамвай. Здесь такое огромное асфальтовое поле, без разметки, безо всего. Конечно, над такими местами надо работать и превращать их в хорошее общественное пространство. Озеленять, делать благоустройство. У Магнитогорска все впереди. Мы с вами находимся в лучшей гостинице Магнитогорска. И сейчас гостиница Лагуна. И сейчас вы увидите, почему она лучшая. Потому что здесь аквапарк. И пока ты поднимаешься к себе в номер, ты можешь смотреть на купающихся девушек полуобнаженных. Все, пол пятого утра, пора выезжать в аэропорт. Спасибо.